Актуалиты, Словакия, между Западом и Востоком Куда Петер Пелегрини ведет Словакию Иво Мрвова Актуалиты, Словакия 6 июня 2019 года Премьер-министр Словакии сейчас находится с визитом в Москве, где встречается с российским президентом Владимиром Путиным и премьером Медведевым Совсем недавно Пелегрини вернулся из Соединенных Штатов, где провел переговоры с Дональдом Трампом Все эти визиты вновь поднимают вопрос, где на биполярной линии, отделяющей Запад от Востока, находится Словакия Кто является ее стратегическими партнерами, и где ее место видит сам премьер Пелегрини между Лайчиком и Киской в должности премьер-министра Пелегрини работает недавно, поэтому его внешнеполитическую ориентацию можно понять, прежде всего, по конкретным событиям и его реакции на них Петер Пелегрини на самом деле не пророссийский тип политика, но и не проатлантический, подчеркивает политический аналитик Григорий Месежников, в сонме словацких политиков, которые формируют внешнеполитическую ориентацию страны Неоспоримым сторонником Запада и проатлантической ориентации является президент Словакии Андрей Киска В этом смысле Киска и близок Мирослав Лайчак, министр иностранных дел Словакии, примечание Перев Но, как отмечает аналитик, министр иностранных дел, будучи опытным дипломатом, питает собственные амбиции, которые в значительной мере влияют на его стратегические решения И как раз между Киской и Лайчаком сегодня стоит Пелегрини На словах премьер больше следует линия министра Лайчака, но в поступках Пелегрини можно отметить разные отклонения от этой линии Мы помним, как он повел себя во время аннексии Крыма и введения санкций против России, а также когда стало известно об отравлении бывшего двойного агента Скрипаля Дипломатическая неуклюжесть премьера Когда в 2014 году на Украине состоялся референдум о присоединении Крыма к России Этот шаг резко раскритиковали и осудили многие политики Среди них был и Петер Пелегрини В вопросе аннексии Крыма словацкий премьер никогда не вставал на сторону России Однако он не раз возражал против антироссийских санкций Чувствуется явное противоречие, говорит Мессежников Словацкий премьер утверждает, что санкции ни к чему А что же он предлагает? Сделать вид, что ничего не произошло По словам аналитика, именно такой ответ является самой безобидной из всех реакций на отторжение территории Украины и ее присоединение к России Такое же противоречие в случае Пелегрини ощущалось в деле об отравлении Сергея Скрипаля В прошлом году бывшего российского агента обнаружили вместе с дочерью в Великобритании Обоих отравили новичком За попыткой их отравить стояли россияне Соединенное Королевство в ответ выслало почти 150 российских дипломатов Британию поддержали другие страны Европейского Союза, США и Канада Словакия же предпочла дожидаться новых доказательств Многие подробности, выясненные в ходе расследования, ясно указывали на действия россиян в Великобритании И тем не менее премьер-министр Словакии не осудил поступок России Вместо этого Пелегрини призвал воспользоваться сложившейся ситуацией для начала нового диалога Петер Пелегрини проявил максимальную дипломатическую неуклюжесть Считает месежников Если Россия нападает на территорию вашего союзника Угрожает его гражданам нервно-паралитическим ядом То о каком новом диалоге может идти речь? Итак, этим поступком Пелегрини подтвердил Что, в первую очередь, он прагматичный игрок Хотя утверждает он совсем другое Так Запад или Восток? Защита Словакии в приоритете Мы маленькая страна И если мы останемся в одиночестве Мы превратимся не в мост, а в очень легкую добычу Сказал премьер Пелегрини в марте этого года Комментируя 15-ю годовщину вступления Словакии в НАТО Тем не менее некоторые его поступки противоречат его заявлениям В ключевые моменты он не осудил Россию А когда в прошлом году министра его правительства Любитца Лошакова Дала интервью дезинформационному сайту Он не возразил А ведь именно дезинформационные сайты сегодня популяризируют в Словакии Российскую точку зрения и критикуют либеральную демократию Свободу и равноправие граждан Словакия, это западное общество, напоминает мессежников Мы являемся частью Запада в культурном и историческом отношении Но, несмотря на это, мы все время говорим о каком-то балансировании И все время колеблемся Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ И не отражают позицию редакции на СМИ Продолжение следует...